Это Nissan Patrol 1984 года, не особо известный японский внедорожник. Все знают Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Montero довольно интересен, но Patrol был их соперником, однако получил не так много внимания. Сегодня я буду обозревать Patrol, покажу вам все его фишки и особенности, и что вы упускаете. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ладно, я начну рассказ про фишки и особенности Nissan Patrol с беглого рассказа о том, что он из себя представляет, поскольку, подозреваю, большинство моих североамериканских зрителей окажутся с ним не знакомы. Как я уже говорил, это был соперник Toyota Land Cruiser и Mitsubishi Montero от Nissan, соперник популярных в 70-х, 80-х, 90-х японских внедорожников. Я думаю, что большинство североамериканцев не знакомы с Patrol, потому что их никогда не продавали в Северной Америке, даже до наших дней. Nissan все еще не предлагают здесь машин под названием Patrol. В 80-х и 90-х у нас был Nissan Pathfinder, и сейчас у нас есть Nissan Patrol, но называется он Armada, поскольку слово Patrol у нас не особо-то и известно. Но в нем много общего с Land Cruiser'ами, Montero, Defender'ами Bronco и другими внедорожниками, в том числе и полноприводными, как этот автомобиль. У раздатки есть две скорости, повышенная и пониженная, что добавляет ему возможностей. Конкретно в этом Patrol'е также механическая трансмиссия, что добавляет ему простоты, и было обычным делом для внедорожников 70-х и 80-х, а определенная это олдскульная фишка. Еще одна примечательная в Patrol'е вещь – его история, похожая на другие внедорожники, включая Toyota Land Cruiser. Как и Land Cruiser, Patrol впервые представили в начале 50-х. В виде военного джипа он также выглядел и по задумке предназначался для всего того же, что и Land Cruiser. А также позже он эволюционировал в более удобный и практичный автомобиль для более широкого применения, предлагал больше вариантов кузова и приобрел цивильный облик. Конкретно этот Patrol – это модель третьего поколения, продававшаяся в 80-х, по сути, с 80-го по 89-й, и были доступны разные варианты кузова. Можно было взять двухдверный внедорожник, четырехдверный внедорожник, как этот, двухдверный пикап, либо Nissan Patrol Fire Truck. То же самое, как и с Land Cruiser. Среди них тоже были пожарные машины, так же, как и в случае с Patrol'ом. Ну и давайте поговорим про фишки и особенности. Первое, что бросается в глаза – этот Patrol праворульный. Обычное дело, многие из них были проданы в Японии, Австралии, этот из Южной Африки, и там тоже праворульный рынок. Таким образом, руль вот здесь, для Северной Америки, с неправильной стороны. И, к слову, про этот руль. Одна интересная штука на его счет – сигнал. Кнопка сигнала находится по центру. Надпись Nissan и Good Dog. Нажмите, и он посигналит. Но, кроме того, кнопки сигнала есть слева и справа. А еще снизу. То есть, на руле всего четыре отдельные кнопки сигнала. Не уверен, как много людей сигналили ими в Южной Африке в 80-х, но, думаю, что это был важный компонент. Также по этой машине можно ясно понять, что она заточена на бездорожье. Как я говорил, полный привод и раздатка с двумя скоростями, повышенная и пониженная передача. Но, кроме того, вот эта ручка для ухвата, за которую позатей должен держаться пассажир в случае каких-либо стрёмных ситуаций на бездорожье, чтобы он куда-нибудь не улетел из машины. И еще одна крутая внедорожная особенность находится по центру – инклинометр с указанием ваших наклона и крена в конкретный момент времени. Во многих японских внедорожниках такие были в то время, хотя, думаю, что это нештатная штука, учитывая, что на ней изображено. Это совсем не патрол, а какое-то случайное изображение. На заводе такие не делают. Еще один крутой нештатный нюанс – центральная консоль. Ее там не должно быть, можете просто ее достать. Но удобно иметь здесь отсек для хранения вещей и пару подстаканников, поскольку завода здесь всего этого не было. Очень простой элдскульный внедорожник. Также стоит отметить еще одну приятную функцию – кондиционер, или, по крайней мере, он мог бы быть штатным. В этом патроле его не было, но кондиционер в подобном автомобиле – это полезная вещь для в остальном грубого громыхающего внедорожника. И далее мы перемещаемся на задний ряд, где нет ничего особо интересного или необычного вообще, не считая того, что места тут достаточно мало. Сижу вот, и мои колени упираются прямо в сиденье. Тут немного тесновато. И это из-за того, что в этом патроле три ряда сидений. Сзади есть еще и третий ряд. Сейчас это распространенная особенность среди внедорожников, но в ту эпоху это была большая редкость. В лэндкрузерах их не было, в Монтеро, я думаю, вообще нигде. В то время три ряда могло быть только в минивэне, но не во внедорожнике. И это могло бы добавить немного настоящей практичности. Это важное отличие патрола. Причина, по которой второй ряд немного тесный, в том, что его чуть подвинули вперед, чтобы освободить место для третьего ряда. Ладно, чтобы попасть на третий ряд, это делается только с пассажирской стороны. В Америке это с водительской, само собой, так что это немного опасно. Но там есть небольшая защелка, тянете, и сиденье второго ряда складывается вперед. А вы только что получили доступ на третий ряд. Это очень удобная особенность патрола. И стоит отметить, что забравшись на третий ряд, там опять-таки ничего особо интересного. Но там есть пепельница, установленная на спинке сиденья второго ряда. Так что пассажиры третьего ряда могли бы покурить. В 80-х лучше было никого не лишать возможности покурить. Интересно наблюдать, как эти три ряда сиденья добавляют практичности такому олдскульному внедорожнику. И далее перемещаемся в багажное пространство. Начнем с доступа к нему. Тут все просто. Сзади небольшая кнопка замочной скважины. Нажмите, и откроется заднее окно. Можно туда что-то положить, не открывая всю заднюю дверь. Но если у вас тут что-то покрупнее, вам трудно это поднять. Откройте заднюю дверь, и готово. И теперь перед вами багажное пространство и место. Там на самом-то деле вполне приемлемо. Это необычно даже для современных трехрядных автомобилей. Обычно тут очень мало места. Да и тут он не огромный, но место есть. Три пассажирских ряда и пространство позади. Также стоит отметить, что третий ряд складывается. Если вам надо побольше места, либо его можно полностью извлечь, если он вам не нужен. И далее перемещаемся под капот патрола. Он доступен с несколькими двигателями на выбор. В конкретно этом экземпляре бензиновый шестицилиндровый двигатель на 2.8. Примерно такой же, как использовали в Datsun Z из той эпохи. Разница была в том, что в Z была инжекторная версия, а здесь же карбюратор. Но в остальном такой же объем и вообще много чего общего. Интересно, что мощности не так много. 120 лошадиных сил и 200 ньютон метров крутящего. И само собой это было, когда он только вышел 40 лет назад. Но такова силовая установка этого патрола. И, наконец, я расскажу вам про некоторые внедорожные улучшения конкретно этого патрола, благодаря которым он, вероятно, будет лучше на бездорожье или, по крайней мере, будет круче выглядеть. Начнем с рейлингов на крыше. Туда можно что-то привязать. Очень подходит к квадратному дизайну. Можете поехать на нем куда угодно, взять с собой все, что угодно. Также тут есть шноркель, чтобы двигатель мог дышать, даже если его зальет водой. Мне кажется, это что-то из более позднего Nissan Patrol, поскольку шрифт на нем похож на тот, что был в более поздних моделях. Но в остальном в этой машине брендированный Patrol шноркель. Также внедорожная резина для лучшего зацепа вне асфальта и крутые дополнительные прожекторы, которые на бездорожье смогут осветить весь мир. Все это делает Patrol более способным. Также мне нравится гигантский шильдик Nissan, идущий вдоль решетки спереди. Это обычное дело для Toyota, они пишут слово Toyota большими буквами, но так делают не только Toyota. Nissan тоже так делают, и выглядит это так же круто и ультилитарно. Ладно, введу Nissan Patrol, и быстренько скажу спасибо Garage Collective за то, что позволили мне его снять. Это такое крутое автосообщество в Сан-Диего. Зацените Garage Collective по ссылке в описании внизу. Спасибо вам, Garage Collective. Но давайте обсудим Patrol. Ну, то есть интересная штука в Patrol, как я говорил, они не очень популярны в Штатах, но очень похожи на автомобили, которые в Штатах полюбились. Mitsubishi Montero, мне кажется, он очень похож на Mitsubishi Montero. Особенно в четырехдверной версии. Двухдверный Patrol похож на Toyota Land Cruiser 70-й серии. Почти одинаковые квадратные, полный привод, такие же силовые установки. Те же временные рамки, все очень похоже, разве что Patrol не так знаменит. Значит, за рулем Patrol можно ясно сказать, что он опять-таки очень похож на Montero, Land Cruiser и прочее. На дороге он вызывает те же ощущения. Такая же посадка, все квадратное, пластик в салоне, все очень похоже. И примерно такая же силовая установка. Бензиновый шестицилиндровый двигатель, немного стремительный двигатель, хорошо связан с педалью. Жмете на нее, он быстро раскручивается. Но, очевидно, машину разгоняет он не так уж и хорошо. Он не особо мощный и машина относительно большая. В целом, вы получите то, что и ожидаете. Так я бы описал силовую установку. Она честная, простая. Все именно так. Ощущается, как многие из машин 80-х, особенно японских внедорожников. Я и недавно водил K-Blazer. Он определенно ощущается меньше и более маневренным. В нем нет такого боссовского чувства. Он не слишком большой и агрессивный, как Defender, например. Он подходит Японии, Австралии, Южной Африке из той эпохи. В то время он был бы в порядке. Он отлично справлялся со своими задачами. Честно говоря, в нем нет ничего интересного или неожиданного. Медленная силовая установка, притом очень стремительная. Жмете педали, все работает как надо. Сцепление, рычаг вполне простые. Им легко пользоваться здесь. Ничего необычного сцепления, не расплывчатое, не тугое. Рычаг легко встает на передачи. Все очень просто. Размер довольно хороший. Это нездоровенный автомобиль, которым будет трудно управлять. Вполне удобный и простой внедорожник. Что я, в общем, думаю про Патрол? В нем нет никаких сюрпризов. Не считай его самого. Никто о них не знает. Никто не знает, что у Ниссана тоже был автомобиль в стиле Монтеро и Ленд Крузера. Вот это сюрприз. Эта штука круто смотрится. Мне кажется, она отлично себя ведет на бездорожье. Но в плане вождения он вполне пригоден для этого. Если вам надо что-то сворачивающее головы, интересное и крутое, это оно. Не многие знают, что это. Но им легко управлять. Веселые бальники-внедорожник. И можно на нем съехать с асфальта и быть единственным, кто это сделал на Патроле. Итак, это Ниссан Патрол 1984 года. Забытый олдскульный японский внедорожник. Они более причудливые и менее известны, чем Тойота Ленд Крузер. И определенно на бездорожье вы будете выделяться, если возьмете себе Патрол. Этот же можно купить на Кассен Битц. В любом случае, теперь пришло время оценить Патрол по шкале Дага. И вот шкала Дага 38 из 100, что размещает Патрол здесь среди других похожих внедорожников. Хотя я ранее не обозревал ничего подобного. Патрол крут, крутой олдскульный внедорожник, особенно и на удивление практичный благодаря трем рядам сидений. Но еще он не особо известный, поэтому свернет меньше голов, чем хороший Ленд Крузер или Бронко. Все же это крутая машина. Интересно было посмотреть на то, чего в Америке никогда не было. Продолжение следует...